В городе Линдау на Боденском озере прошла встреча 65 лауреатов Нобелевской премии с молодыми учёными. Их собралось здесь более 600 человек. Что даёт такая встреча? Я не думаю, что мне когда-нибудь в жизни ещё удастся сразу встретиться со столькими лауреатами Нобелевской премии. Что это делает для вас? Возможно, некоторым из них придётся принять важные решения на этом пути. У нас будут интересные разговоры. Штефан Хель с трибуны рассказал о том, как он создал флуоресцентный микроскоп, совершив тем самым настоящую революцию в науке. Премьера Штефана Хеля в Линдау прошла с большим успехом. Встреча лауреатов Нобелевской премии проходит в Линдау ежегодно в конце июня – начале июля. Около 650 молодых учёных со всего мира приехали на эту встречу. Одна из дискуссий была посвящена исследованиям в области раковых заболеваний, другая – космическим явлениям. Лауреаты Нобелевской премии становятся наставниками молодых учёных. Так происходит уже в течение шести десятилетий. Город Линдау, как традиционное место проведения таких встреч, должен постоянно находить что-то новое. Главное же заключается в том, что он уже стал центром обмена мнениями между учёными разных поколений. Грандам приходится прислушиваться к тому, что говорят молодые учёные. Почему бы не проводить такие встречи в Индии, Южной Америке или в Африке? Но не надо спешить. Сначала стоит посетить форум на берегу Боденского озера. Здесь проходил живой обмен мнениями. Я хотел сделать что-то новое, скажем, поработать над исследованием проблемы, которой никто раньше ещё не занимался. Всё зависит от того, на какой вопрос хочешь ответить. Важно сделать выбор темы исследования. Однако недостаточно только пополнять знания. Считают двое молодых учёных. Наука должна решать неотложные глобальные проблемы. Самое опасное сейчас – это изменение климата. И несмотря на то, что мы все испытываем их последствия, у нас до сих пор нет пути решения этой проблемы. Здесь, в Линдау, лауреаты Нобелевской премии могли бы обсудить это. Голод в мире должен быть побеждён. И всем людям необходим доступ к чисто питьевой воде. Этого должны потребовать лауреаты Нобелевской премии. Будут ли подобные требования иметь какой-либо эффект? Да, конечно, если люди отнесутся к таким призывам с должным уважением и вниманием. Должного уважения и внимания молодым участникам встречи не занимать. Они остались довольны обменом мнениями с немецким учёным Штефаном Хелем. Лауреат Нобелевской премии доволен встречей такой, какой она получилась.